Тема сегодняшней лекции – жильчикаменная болезнь, хронический и острый калькулезный холецистит и его осложнения. Жильчикаменная болезнь – ЖКБ, холилитез, образована от древнего греческого холио-жельч-литос-камень. Это образование камней или же конкрементов в жильчном пузыре и жильчных протоках. По данным многочисленных публикаций на протяжении XX века, в особенности второй его половины, происходило быстрое увеличение распространенности жильч-каменной болезни, преимущественно в промышленно развитых странах. По данным медицинской статистики, холилитез встречается у женщин значительно чаще, чем у мужчин, в соотношении от 3 к 1 до 8 к 1. Причем с возрастом число больных существенно увеличивается и после 70 лет достигает 30% и более популяции. В конце XX века в Германии было зарегистрировано более 5 миллионов, а в США более 15 миллионов ванных ЖКБ. Причем этим заболеванием страдало около 10% взрослого наследия. Только в США ежегодно проводится больше 500 тысяч холестектомий, а в России более 300 тысяч, а в Узбекистане более 10 тысяч холестектомий. Исторические данные. Великий врач в древности Гален обнаруживал жильч-камни при аутопсии. В 1341 году Жентиль де Фалегну в подое при балзамировании женщина обнаружил в шейке жильч-камни большой зеленый камень. Во второй половине XV века знаменитый флорентийский врач при аутопсии женщины, в долгое время становящий приступлением печеночной кулики, нашел в жиршном пузыре камень черного с величиной ореха. Абу Алии Бинсина называли жильч-камни болезни болезнью богатых. В 1882 году Лангенбах осуществил первую лапароскопическую холестектомию. В России первую холестектомию выполнен в 1889 году в Кассинске. В Узбекистане первая лапароскопическая холестектомия выполнена в научно-практическом центре хирургии именно академика Вахидова в 1994 году. Хирургическая анатомия жильчного пузыря и жильчеводящих путей. Жильчные протоки проходят из печени, как образуются, первое это интерлабарные, потом сегментарные и потом долевые жильчные печеночные протоки. Они присоединяются и образуют общий печеночный проток. Когда туда присоединяется пузырный проток, это название берет общий жильчный проток или же холедок. В холедоке имеется четыре частей. Это супрадуодинальные, ретродуодинальные, ретропанкреатические и интермуральные части. В холедоке берет себе вирсунгового протока и они вливаются в несходящий отдел 12-першной кишки через сфинктер отдый и большого двадренального соска. Жильчный пузыр снабжается кровью из печеночной, правой печеночной артерии. В разных вариантах имеется по-разному развитие аномалии по кровоснабжению жильчного пузыря. Иногда из общего печеночного протока, из левого печеночного протока проходит пузырная артерия, как на рисунке показано. Жильчный пузырь имеет дно жильчного пузыря, тело жильчного пузыря, шейка жильчного пузыря, а также две поверхности, это печеночная поверхность и брусную поверхность. Жильчный пузырь с трех сторон покрыт брусчиной. Через пузырного протока присоединяется к жильчному протоку. Жильчный проток, как на рисунках показано, через послепеченочного протока общий жильчный проток и же через интерамуральный час присоединяется к двенадцатиперстной кишке. Физиология жильчного пузыря. За сутки печень вырабатывает около литра жильча. Сфинктер отдых сокращается и выход жильча в дноспешную кишку прекращается. Жильч непрерывно поступает в жильчный проток. Далее поступает в жильчный проток, в жильчный пузырь через пузырный проток. Птенка пузыря очень активно всасывает в воду из жильча. Поэтому там же содержится концентрированный жильч. Когда пища из желудки поступает в дноспешную кишку, в ней начинается выработка гормона, который называется полицистокенид. Этот гормон является сильнейшим стимулятором сокращения жильчного пузыря. И вместе с этим этот гормон расслабляет сфинктер отдых. Стенька пузыря сокращается одновременно с расслаблением сфинктера отдых. И концентрированный жильч из жильчного пузыря поступает в дноспешную кишку. Состав жильч – это жидкость желтого света. Основной жильч является вода, в которой находятся главные компоненты. Какие? Вода – жирчная кислота. Единственный функциональный компонент жильча. Лицитин – это фосфолипид. Холестерин – жир. Белрубин – пигмент. Придающий желтый цвет. Белки – протеин. И электролиты – ионы калия, натрия, кальция, хлора. Причины образования жильчных камней. Инфекционное воспаление просвета жильчного пузыря и жильчных протоков. Повышение холестерина в жильче. Нарушение обмен веществ. Застой жильчев и жильчеводящих протоков. Таурухуловая кислота является как переходным частым стимулятором преобразования жильчной кислоты от холестерина или же наоборот от жильчной кислоты к холестерину. Холестериновые камни жильчного пузыря. Также бывают коричневые пигменты камня жильчного пузыря, которые по-другому называются белирубиновые. Черный пигментный камень жильчного пузыря. Также по-другому называются кальцевые. Стадии течения жильчекаменной болезни. 1. Физико-химическая литогенная жильча. Клинические проявления отсутствуют. 2. Латнетного бессимптомного камня носительства. Процесс камневрозования плюс застой жильчей и плюс воспалительный процесс. Клинические проявления отсутствуют. И камни обнаруживаются случайно. 3. Третья стадия – это стадия выраженных клинических проявлений. Это осложнение жильчекаменных болезней. Острого воспаления жильчного пузыря, халедыхалитияс, стеноз большого дуодинального сосочка, острого холонгита и острого панкреатита. Субъективнее проявление жильчекаменной болезни. К чему жалуются больные, которые страдают жильчками не болезни? 4. Боли в правом патрибере – основное после еды. 5. Точнота, горечь во рту, особенно утром в голодной желудке. 6. Изжога за счет рефлюкса, рвота, связь боли с приемом пищи и вздутия живота. 7. Локализация болей при жильчекаменном болезни. 8. Основное локализация боли – это правая подреберная область, а также передается в эпигастральная область, которая по проекции, по расположению жильчного пузыря. 9. Какие стандартные методы исследования при жильчекаменной болезни? 10. Это дуодинальное зондирование, ультразвуковое исследование, рентгенография, алициста или же холонгография, компьютерная томография, лапароскопия, магнитно-резонтная томография или же магнитно-резонтная компьютерно-томографическая холонгография. 10. Нормальная ультразвуковая картина жильчного пузыря. 11. На данном слайде мы увидим, что под паренькими печени находится грушевидный жильчный пузырь. 12. Имеются стенки, шейки жильчного пузыря и жильчный проток. 12. Камни в жильчном пузыре. 13. На данном слайде, в первом рисунке, мы увидим два камня и на другом один крупный камень. 13. Когда имеется камень в жильчном пузыре или же хроническом калькулезном холецистите, нормальный размер стенки увеличивается. 14. Если в норме стенки жильчного пузыря до 3 мм, при воспалении она увеличивается до 1,5 см. 14. А также на УЗИ обращается внимание тен камня, которые отличающим моментом являются при ультразвуковом следовании жильчного пузыря. 14. Холецистография. В последнее время очень редко используется. 15. На данном слайде мы увидим тень жильчного пузыря и множество камней в жильчном пузыре, позвоночник и тени ребер. 15. Холецистография при наличии двух крупных камней в жильчном пузыре. 16. Камни в жильчном пузыре и ребер. 17. Недостатки исследования. Вредность для организма. 17. Необходимость подготовки. 18. Контраст не всегда накапливается в жильчных путях. 19. При нефункционирующем жильчном пузыре контраст в него вообще не попадает. 20. Современным методом исследования является компьютерная томография, 20. Которая дает более четкая информация, а также используется для дифференциальной диагностики от других подхирургических патологий органов брюшной полости. 21. На данном слайде мы увидим поперечный разрез, а также сагитальный разрез по органам брюшной полости. 21. Жильчный пузыр увеличен в размерах, а также имеется в шейке камней множество. 21. Еще один из других методов исследования – это эндоскопическая ретероградная панкретохолонография. 21. Этот метод проводится исследование через злодиноскоп. 21. Длодиноскоп достигается до большого дводонерного соска, и туда же через сосок вводится катетер специальный, и через катетер введется контраст, который дает изображение протоков, жильчных протоков и жильчного пузыря. 22. Метод ретероградный переводится как «напротив потока». 23. Следующий метод – это антиградная холонография. 23. По-другому называется черескорная-череспеченочная холонография. 24. Антиградная по потоку под местной анестезией, под правым подреберем, 24. Тонкоигонным путем ведется через печень, попадет через печень, ведется игла до печеночных протоков. 24. Периодическим контрастированием находится правый печеночный проток. 25. Через печеночный проток поступает, достигается до холедоха или жильчного пузыря. 25. Введется контрастное вещество и изображение снимается на компьютерной атомографии. 26. На данном слайде мы увидим через печеночную, через кожу, через печеночную холонографию. 26. На данном слайде стен жильчного пузыря после контрастирования, где имеется множество камней в жильчном пузыре. 26. Один из инвазивных методов исследования для диагностики, а также для дифференциации, используется диагностическая лапароскопия. 27. Диагностическая лапароскопия проводится под общим интубационным наркозом. 28. Через прокол от пупочного колца ведется оптика в брушную полость. 29. И начинается ревизия органов брушной полости. 29. Ревизия начинается от печеночного угла печен, жильчный пузырь, желудок, 12-й перстной кишкой, желудок, селезенки и другие частые органы. 29. На данном слайде мы увидим увеличенный размер жильчного пузыря и камня в жильчном пузыре. 30. Осложнение жильчекаменной болезни. 31. Самые частые осложнения это острый калькулезный или же острый операционный калькулезный холецистит. 31. Холядыхолитяс, механическая желтуха, острый панкредит, холангит, жильчные перитониты, печеночная недостаточность, 31. Абцессы под печеночной или подлиофрагмальной. 31. Какие консервативные методы лечения при жильчекаменной болезни? 32. При наличии камней в жильчном пузыре является абсолютным показанием кооперации. 33. Тем не менее, имеются некоторые консервативные способы лечения. 34. Медикаментозная и литолитическая терапия. 35. Во многих учреждениях, во многих регионах врачи назначают литолитических препаратов. 36. Какие недостатки при таком данном лечении? 36. Длительность лечения. 37. Оказывается, больные должны принимать литолитических препаратов 38. В период от 1 до 4 года. 38. Эффект наблюдается только у 50% пациентов. 39. Широгий круг предвопоказания. 39. И всего лишь показано 20% больных. 40. Следующий метод – это экстракорпаларная литотрепсия. 40. Активно было использовано в прошлом веке. 41. Имеется широкий круг противопоказаний к данному методу. 41. Конкременты более 3 см или 3 конкременты по 1 см. 42. Наличие произвыков холецистита. 43. Кальцинированные или пигментные камни. 43. На месте одного конкремента получаем нескольких его фрагментов. 44. После этого камень выскочится из желчного пузыря и во многих случаях дает холедоха литиаз. 44. Через кожный химический контактный литолит. 45. Метод противопоказан при наличии пигментных или же кальцинированных камней. 45. Наличие хронического холецистита. 46. Следующим достатком является наличие расстройства гемокалкуляции. 47. В очень маленьком ложе желчного пузыря. 48. Наличие аномалия желчного пузыря. 49. Возникновение эрозивного дуоденета. 49. При попадании препарата на слизистую 12-вершную кишки. 49. Химический контактный литолиз путем катетеризации гузерного протока. 49. Технически очень трудная процедура. 50. Технически осуществимо не у всех пациентов. 50. Осложнения, связанные с канюлированием паттерового соска вплоть до панкратита. 50. Рентгенское облучение пациента и врача. 51. Оперативные методы лечения желчекаменных болезней. 51. Лапароскепическая холециститомия. 52. Открытая холециститомия. 53. Холедохолитотомия. 54. Папилосфинктеротомия. 54. Холециститомия. 55. Холангиостомия. 55. Холангиостомия. 55. Холангиостомия. 55. Холедохолитотомия. 55. Гепаткейоностомия. 55. На данном слайде мы показываем стандартные этапы выполнения лапароскопической холециститомии. 55. Во многих случаях из-за напряжения желчного пузыря придется сделать функцию перед операцией желчного пузыря после лапароскопии. 55. Потом выделяется основные элементы. 55. Фрагменты пузырного протока. 55. То есть сосудов пузырного протока и сам пузырный проток. 55. Пузырный проток клипируется. 55. Рассекается после клипирования. 56. И артерия желчного пузыря выделяется. 56. Клипируется. 56. Также рассекается. 56. После этого 57. Выполняется субсирозная холециститомия. 57. Открытая холециститомия. 58. Точно такая же этапы, такие же этапы, но через открытым доступом к животу. 58. Имеется некоторые доступы. 58. Верхно-срединная лапаротомия. 58. Разрез по кохыру или же хёдру по правой подреберной области. 59. На данном слайде мы увидим, как выделяется желчный пузыр при холециститомии. 59. Холециститомия от дна. 59. То есть от дна выделяется субсирозно от печени и постепенно дошейка достигается. 60. Потом шейка обрабатывается и сосуды закрываются, ушиваются, потом удаляется желчный пузыр. 59. Следующий. 60. Когда имеется сужение или же блок или же камни желчных протоков, проводится такая операция, как холедуха дуодиностомии. 60. После холедуха литотомии. 60. Когда камни в дистальном отделе холедуха по методу Юраша сделается прямая или же вертикальная разрез дистальная часть холедуха, поперечный разрез в 12-мешной кишке. 60. После ликвидации блока устанавливается анастомоз в таком виде. 61. По методу Флеркана проводится вертикальный разрез желчного протока или же холедуха, а также вертикальное линейное разрез дненоспесной кишки вставляется анастомоз. 61. По литеральному краю холедуха сделается вертикальный и вертикальный разрез дненоспесной кишки. 62. После ликвидации блока вставляется анастомоз. 63. В настоящее время такие анастомозы теряли свои актуальности из-за возможных рецидивов стеноза или же другие осложнения, которые в конце концов дает блок желчных протоков. 63. В данное время используется метод операции как гипотика и июна анастомозы, которые оправдывают себя с очень малым рецидивом и малым осложнением, меньшим. 63. Следующий вид операции, который тоже в данное время терял свою актуальность, это открытие папильной сфинктеротомии или же пластики большого двуэдренального соска. 63. Операция делается открытым путем через поперечного разреза двуэдренального кишки, ликвидируется блок или же удаляется через разрез, через рассечение большого двуэдренального соска, потом сделается пластик, а потом опять-таки стенки двуэдренальной кишки ушиваются. 64. В данное время имеются у нас малоинвазивные методы операции для данного вида блока или же сужения. 64. Ретроградная панкретохолиография, а также эндоскопическая папильной сфинктеротомия являются альтернативой данного вида операции. 64. На этом слайде мы увидим, как удаляется большой камень в дистальном отделе холедоха после рассечения большого двуэдренального соска, а также пластики после ликвидации камней. 64. Острый калькулезный альтернативой. 64. Актуальность проблемы определяется распространенностью жильщикаменной болезни, встречающейся в индустриально развитых странах у 12 и 15% мужчин и у 25% женщин, и служащих в 25% с наблюдением причиной острого холецистита и его осложений. 64. По данным отечественных и зарубежных ученых, имеются цифры по осложнению элитального исхода. 64. К примеру, по академику Арепова частота осложнения в 1993 году достигается до 16%, и летальный исход наблюдается у 3% больных страдает с жильщиками болезни. 64. По академику Каримову Шабхата Ибрагимовича осложнение в 2004 году до 7%, и летальный исход всего лишь 0,9%. 64. По Кузнецу Кузнецева в последние годы, оказывается, встречается осложнение до 7,3%, и летальный исход наблюдается в 0,7% больных. 64. Развитие учения о остром холецистите. 64. Начало развития хирургии жирных путей относится к концу XIX века. 64. До этого времени были единичные случаи вмещательства на жирном пузыре. 64. В 1618 году английский хирург Фабрикус скрыл 70-летному больному жирный пузырь и удалил из него два камня. 64. В 1687 году Бобс впервые наложил свищ больной водянкой жирного пузыря. 64. В 1878 году холецистистамию произвели в лодке Ротсенба и Саймс. 64. В разработке учения об остром холецистите в Россию большую роль сыграли такие выдувшиеся хирурги, как Хедоров, Мартинев, Добротворский и другие. 64. За границей развития хирургии жирных путей многое способствовали Кер, Кур, Карте, Дайн Госсе и английский ученый Мея Роксе. 64. В Узбекистане огромный вклад в развитие хирургии жирного пузыря и жирных путей в нос академик Шамкат Ибрагимович Каримов. 64. Под его руководством были усовершенствованы современные мини-инвазивные методы лечения острого холецистита и его осложнений, как через кожные, через печеночные холонографии, холонгостомии, эндоскопические ретроградные панкреатхолонографии и эндоскопические папилосминкратомии. 64. Данные методы лечения широко применяются в клинические практики по всей стране. 64. Классификация острого холецистита по Федру, который был разработан в 1934 году. 65. Острый первичный холецистит с исходом выздоровления, первичную водянку, вторичную воспалительную водянку. 66. Хронический неосложненный рецидивирующий холецистит. 67. Осложненный рецидивирующий холецистит. 67. А гнойный, биоязвенный, в гангренозный, гэмпиема. 68. Склероз пузыря. 69. Акцинемикоз пузыря. 69. Туберкулез пузыря. 69. Воспаление женщинных протоков. 69. Подострый, второй острый, третий гнойный холонгит. 69. И общая классификация, которая предпринимается в настоящее время по острому холециститу. 69. По этиологии. 70. Бескаменный. 70. Б. Калькулезный. 71. По степени воспаления. 71. Простой. Деструктивный. 71. По морфологическому признику. 72. Катаралный. 73. Флегмонозный. 74. Гангренозный. 74. Гангренозный перфоративный. 74. Осложнение острого холецистита. 75. Перфорация женщинного пузыря и перитонит. 75. Гнойный холонгит. 76. Сингром мерези. 76. Билиадегистивные свиши. 76. Холедохолитиаз. 77. Механическая желтуха. 77. Острый панкреатит. 78. Печеночная недостаточность. 78. Осложнение калькулезного холецистита изучается в двух формах. 79. Перитональные и абтрационные формы. 79. Перитониальные. 80. Флегмонозный холецистит. 80. Гангренозный холецистит. 80. Острое импиемо жирного пузыря. 80. Перфоративный холецистит. 80. Который дает осложнение в перевизикальных инфильтратах. 80. Перевизикальный абсцесс. 80. Местный или разрытой перитонит. 81. Следующие абтрационные формы. 81. Абтрационный холецистит. 81. Который проявляется непроходимостью пузырного протока. 81. Который пузырный зеркал. 42. Пузыря остается. 52. Следующий непроходимость 53. Появляется холецистит. 53. Компрvantage физи. 57. Киноз. 53. Спокой WoL 유ноб flapsак. 58. Панкротитом. 58. Этиопатогенез 54. Острова холецистита. 59. 58. Гипертензия за счет блока Вне или изнутри может камнями. Инфекция, тромбоз пузырной артерии и травмы стенки пузыря, вторичное воспаление. Когда обтурируются камни в шейке или же протоков жиршного пузыря, повышается давление в просвете жиршного пузыря до 700 мл в одного столба. Туда же присоединяется инфекционный процесс, разбивается в тазах, в сосудах и происходит деструкция стенки жиршного пузыря из локального до распространенного перитонита. В роли инфекционных причин в развитии острого холецистита являются некоторые возбудители по инфекционному происхождению. Первый приступ до 48 часов является стерильным. После 72 часов инфекции гной неоснаждения встречается до 20% и сепсис от 3 до 10%. Соотношение положительных и отрицательных результатов микробиологических исследований при первом приступе 1 к 2 и при инцидиве 4 к 1. Какие морфологические изменения наблюдаются в жиршном пузыре? Катаральный холецистит – это простое воспаление жиршного пузыря. Отмечается гиперемия и инфицирование сосудов. Флегмонозная стадия проявляется с утольщением стенки жиршного пузыря. Невозможность различать стенок и отек в жиршном пузыре. Стенок жиршного пузыря. В гангренозных холецистит отмечаются некротические изменения стенок жиршного пузыря или же черное стесно в жиршном пузыре. Следующий – это острая инфема или же гной в жиршном пузыре. Конечный этап – перфорация жиршного пузыря. При этом отмечается перевизикальный инфильтрат, перевизикальный абсцесс от локального до развитого перитонита. Локализация боли при остром холецистите. По проекции жиршного пузыря первые сильнейшие боли отмечаются по правому падреберию. А также локализация болей отмечается в эпигастральную область, левой грудной клетке, правой подмышленной области и правой шейной области. Клиника острого холецистита. Боли в правом падребере. Реодиация болей, как по слайду показано. Тошнота и отрижка. Горечь и сухость во рту. Изжога. Рвота. Связь боли с приемом пищи. Объективные – увеличение жиршного пузыря. При пальпации. Напряжение брюшной стенки. Особенно в правом падребере. Наличие положительных симптомов. Нерфы. То есть при надавливании в правом падребере на высоте вдоха отмечаются сильнейшие боли. Симптом мышцы. При нажатии указательным пальцем между ножками средноключечной мышцы стерноклета моста и дема по правому краю. Отмечается болезнь с правом падреберье. Симптом связан с раздражением диафрагмального нерва. И поэтому по-другому симптома френикуса называется. Следующий симптом – это греково Ортнера. При толчоке или же при ударе по нижнему ребру правой или левой грудной клетки отмечается резкая болезнь по правой падреберной области. Рефлекторная стенокардия или же по-другому называется симптомом водки. Отмечается приступы стенокардии при остром холецистите. Повышение температуры, а также наличие признаков воспаления крови. Инструментальная диагностика. Какие неинвазивные методы исследования? Ультразвуковое исследование. Больше помогает. И везде доступным считается. Рентгенография. Компьютерная томография. И магнитно-резонансная томография. Или же магнитно-резонансная томографическая холонография. Инвазивная. Это контрастная холонография. Анти- или ретроградная. А также лапароскопия. На данном слайде узи-картина острого холецистита. Отмечается увеличение в размере жиршного пузыря. И обтурирующий камень в шейке жиршного пузыря. А также отмечается утолщение стенек жиршного пузыря до 1 см. Также возможны осложнения перевизикальный инфильтрат и абсцесс в конце концов. Компьютерная томография является самым современным и необходимым для больных, страдающих осложненной формой жиршками неболезни, для дифференциальной диагностики. На данном слайде отмечается утолщение стенек жиршного пузыря более 1 см и самого пузыря увеличения. Увидим обтурирующий камень в жиршном пузырном протоке. Диагностическая лапароскопия при остром гангренозном холецистите. Отмечается напряжение увеличения жиршного пузыря. Терефокальное воспаление или же выпад под печеночной области. А также изменение света жиршного пузыря до гангренозных изменений. Показания к эндоскопической ретроградной панкредхолонграфии. Наличие желтушности и праздника холонгита в анамнезе. Повышение количества билирубина или же трансаминазы в крови. Панкредхолонграфии в анамнезе. Увеличение общего жиршного протоки больше, чем 8 мм. Мелькие камни в жиршном пузыре и расширение диаметров жиршной протоки. При осложненной форме также используется ретроградная панкредхолонграфия. В данном слайде мы увидим наличие камней в жиршном пузыре, а также увеличение расширения размеров жиршных протоков. Антиградные методы исследования, то есть через кожу, через печеночную холонгографию. Суть метода мы рассказали в вышеуказанных слайдах. На данном слайде мы увидим расширение жиршных протоков от малого до крупного калибра и наличие камней в холедахе, которые являются причиной механической желтухой и множества камней в жиршном пузыре. Какая тактика при остром карглезном холецистите? При наличии перфорации и перитонита является абсолютным показанием к экстренной операции. В других случаях делается консервативная терапия. В течение суток, когда отмечается отрицательная динамика, проводится отсроченная операция. При положительной динамике через 20 дней или месяц рекомендуется плановое оперативное лечение. Какие консервативные методы лечения при остром холецистите? Спазмолитики. Лекарств из групп спазмолитиков. Из антибиотиков широкого спектра действия. Инфузия для увеличения объема ОЦК. Детоксикация. Также симптоматические лечения. Признаки неэффективности консервативного лечения. Усиление или сохранение болевого синдрома. Лекоцитоз. Повышение СОЯ. Повышение или сохранение температуры тела. УЗИ. Признаки неэффективности консервативного лечения. Какие неэффективности консервативного лечения на УЗИ? Увеличение перезекальной жидкости. Увеличение или удвоение стенок желчного пузыря. Негомогенность содержимое и увеличение самого размера желчного пузыря. Какие оперативные методы лечения при осложненной форме желчками не болезни? Лапароскопическая холецистиктомия. Или же открытая холецистиктомия. Холецистистомия. Папилосфинктеротомия. Или эндобилярное вмешательство. Лапароскопическая холецистиктомия. Мы можем увидеть, что пузырный проток увеличен в размере за счет обтурации камней в пузырном протоке. Увеличение размера. Гиперемия. Телефокальное воспаление и выпыта. В данном слайде проводится разделение, отделение пузырного протока и сосудов. Для лапароскопической холецистиктомии. А также есть способ минилапаротомной холецистиктомии. Для осуществления данного метода используется набор для мини-доступа при холецистиктомии. Как вы видите, имеется кольцевидный инструмент и прикрепляющий к данному инструменты для доступа, для расширения проводимого через малого разреза подреберной области. А также специальные длинные тонкие инструменты для осуществления мини-доступных холецистиктомий. Лапароскопическая открытая холецистиктомия проводится в двух вариантах. От дна, значит, как мы уже сказали, что от дна выделяется из печени жирный пузырь через субсирозное пространство. После этого ушивается кузырный проток и сосуды кузырного протока. Далее, следующий вид – выделение элементов и шейки и сосудов жирного пузыря. После ушивания рассыкается, потом проводится субсирозная холецистиктомия. Выйти холецистиктомия. Холецистиктомия – это дренирование жирного пузыря. Метод упаляется, осуществляется лапароскопическим путем. Через кожным, через печеночным способом под рентген-контролом. Через кожный, через печеночный холецистиктомия под УЗИ-контрол. Или же минерапротомным доступом. Первая стадия – острый калькулезный холецистиктомия с высоким операционным риском сделается через кожный, через печеночный холецистиктомия, дренирование и санация жирного пузыря. И вторая – холецистиктомия, или же мукоклазия, или же холецистиктомия. Через кожный, через печеночный холецистиктомия по методу ПИКТЕЙЛ. Способ осуществляется, как мы выше рассказали, используется специальный катетер ПИКТЕЙЛ. Для этого под местной анестезией через кожу проводится иголка, и через печень, обойдя жирного протока, поступается жирный пузырь. Через печеночный стенник. И оттуда же вставляется катетер, и через этого катетера проводится санация и декомпрессия жирного пузыря. Следующие методы. Коагуляция, или же обструкция просвета жирного пузыря. Мукоклазия. Мукоклазия также подразумевается, что проводится обструкция слизистой оболочки жирного пузыря с лекарством, которое называется склерозантом. И лечебная тактика при остром холецистита у больных, у которых имеется высокий риск. Возможно, больные, страдающие ранным период после острого инфаркта миокарда, или же ранний период после инсульта, или же декомпенсированная стадия сопутствующих патологий. Когда у этих больных отмечается острый коклозный холецистит, тактика будет по-следующему. При наличии перфорации и перитонита абсолютные показания к открытым способам оперативного лечения. А также при других вариантах сделается консервативная терапия до суток. При неэффективности консервативной терапии проводится лапароскопическая холециститомия при возможности открытия оперативной вмещательности. При группе риска можно и сделать через кожу, через чонжную холециститомию. При необходимости лапароскопическая холециститомия через 8 недель. При декомпенсированном стадии мукоклозия чешного пузыря. А также при купировании приступа продолжается консервативное лечение и рекомендуется лапароскопическая холециститомия через 6 недель. Сочетание с холидохолециазом, механической желтухой или же панкреатитом. Рентген-эндоваскулярное вмещательство, через кожу, через печёночное эндобилиарное вмещательство. При некупировании приступа лапароскопическая холециститомия при невозможности открытый способ оперативного лечения. При некупировании приступа в группе высокого риска через кожу, через печёночное холециститомия. А также можно дальше сделать лапароскопическая холециститомия или же при невозможности открытие холециститомии. При невозможности можно и сделать санации холедоха и в дальнейшем открытие холециститомии. Осложнение осложнённого острого холецистита. Перфорации и жирчный перитонит. Гнойное воспаление просвета холедоха или же холонгит. Синдром Мерези. Билиодегестивность свечи или же острая кишечная непроходимость, когда камень скачется в просвет двеноспертной кишке. В конце этого холедоха ледиаза механическая желтуха, острый панкреатик и печёночная недостаточность за счёт перифокального воспаления, перифокальное нарушение, нормальное функционирование печёночных клеток. При наличии перитонита, после ликвидации перитонита и санации, сделаются, оставляются дренажи пасты по данному слайду. Катет с дренажной трубкой проводится через печёночные связки и выводится через кожу верхнего этажа брюшины. К нижнему этажу в малый этаж оставляются два дренажа для выпускания после санации. Значит, по верхнему дренажу ведётся антисептический раствор, после санации он выходит через нижний трубок. Таким способом можно сделать периодические санации в органах ручной полости. Следующим обязательным моментом при развитом перитоните – это декомпрессия кишечника. Для этого проводится наземпестинальная интубация или же трансанальная интубация для декомпрессии толстого кишечника. Халитохалитиаз или же механическая желтуха. Халитохалитиаз – это наличие камней в общем жестном протоке. И на компьютерной томографии мы увидим наличие камней, которые даёт, в конце концов, расширение блока и расширение удерживающих протоков. Синдром Меризи при разряжении или же наличии дефекта после воспаления, непрерывное воспаление пузырного протока, когда камень выходит в общепечёночный или же общий жестный проток и образуется в таком виде твиша. И это осложнение называется синдром Меризи. Бывает по-традиционному первый, второй тип Меризи. Когда процесс происходит по пузырному протоку и по печёночный проток, первый тип пузырный проток и общий жестный проток, называется второй тип Меризи. А также по современной классификации четыре типы Меризи различаются. Следующим осложнением это структура печёночных, извините, вне печёночных протоков. Когда происходит сужение по некоторым причинам жестных протоков, печёночного протока или же общего жестного протока. Возможно, после алангита, после ятрогении и после некоторых других причин. На компьютерном томографии отмечается расширение вверху находящихся от сужения речных протоков. Холецистостомия Данный метод очень мало используется в данное время. Открытые способы, а через кожные способы используются часто, где имеется специалист и оборудование. Холецистостомия, как мы вначале сказали, для декомпрессия и для ликвидации, обтурации используется данный способ. Эндоскопическая ретроградная папилосфинкратомия является альтернативой традиционных открытых операций и является малоинвазивным и очень необходимым у больных осложнённой формы жирческой имени болезни. Когда имеется блок в жирческих протоках, сделается для диагностики и стилю лечения. После панкретофолонографии ведётся по пилотом и сделается и рассекается стенки большого двутинарного соска в миллиметрах. И оттуда ликвидируется блок, снимается блок, выходит, если причина блока камень, камень выходит в одиноскоперстной кишке и блок снимается. В киеве ретроградный попилотомия, ограниченная попилотомия и субтотальная или штатальная попилотомия. Самым грозным осложнением при попилотомии является повреждение стенок и, в конце концов, панкреатит или панкреаникрус. Поэтому специалисты, опытные специалисты проводят данные виды операций. Ретроградная панкретофолонография. До попилотомии мы можем увидеть увеличение за счёт блока в дистальном отделе холедоха и после попилотомии дистальный блок снимается и отмечается резкое уменьшение размера стенок жертвных протоков. Удаление из холедоха конкрементно-эндоскопическим способом. После холедографии через зодиноскопа ведётся специальная корзинка дормия. через корзинка дормия улавится камней в холедохе или железные протоки, удаляется или же отпускается двенадцатый перстной кишки. Таким способом снимается блок. На данном слайде схематические HD-изображения, как проводится удаление камней через эндоскопическим путём из холедоха или жертвного протока. Это корзинка дормия. А также при структуре или стенозе жертвных протоков проводится баллонная дилатация. имеется специальный катетер баллоном в конце, проводится через два диноскоп и расширяется по давлению. Через кожу и через печёночную холонографию данный вид вмешательства проводится, осуществляется под местной анестезией, по правым подреберьям, между десятой и одиннадцатой ребрами, нижерёбря проводится игла после анестезии местной и через контрастное периодическое контрастирование поступается в правый печёночный проток, а также печёночный, общий печёночный и общий жертвный проток. Способы дренирования жертвных протоков наружные это через кожные и через печёночные или же наизобилиарной или же ретроградном панкреатическом панкреатхолонографическом эндоскопическом способе. Также при осложнённой форме жиджекаменной болезни, когда имеется структура или же блок терминального отдела халедаха, устанавливается халедаха умер, потому что возможных рецидивов больше и часто встречается, поэтому в данное время оправдывает себя метод гипоткиюна анастомозы, в меньшем осложнении. При стенозе также традиционно использовались метод геника Никуловича, как халидохамия. После ликвидации измененный час установили анастомоз конец-конец палеток. Данный метод тоже теряет свою актуальность из-за рецидива структуры стеноза после установления анастомоза. После вмещательства халидоха или жестных протоков обязательным моментом это оставление дренажа для цели декомпрессии жестного протока. Имеется некоторые способы по Вишневскому, по Керу, по Холстеду и по Керту. По Вишневскому используются при гнойном холенгите, а при других вариантах больше всего используется всеобразный катетер. Останавливается по Керу и используется метод Холстеду. Обязанности врача общей практики при желчекаменной болезни. Врач общей практики должен иметь понятие о клинической характеристике желчекаменных болезней и его осложнениях. Объяснит возможные осложнения калькулезного холецистита больным, страдающим желчекаменной болезнью. Провести в первичной клинике инструментальное обследование. Направлять больных для стационарного лечения в хирургии. А также реабилитация после хирургического лечения. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!